Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вернулись спустя год. Да, год. Перерыв в видосах, потому что прошлое, что вы видели, там, я не знаю, что это было, мишанина, гигазакупка, реакция и так далее, это было снято год назад, даже если мы сделаем это завтра, или не послезавтра. И вот, спустя какое-то время, после моего огромного видео с разоблачением всей деятельности Sorry My Friend'а, он вернулся, вышел из своей депрессии, и записал Q&A очередной. На прошлый Q&A мы уже сделали реакцию, и она была в самом большом ролике про Sorry My Friend'а, вот здесь по ссылке, значит, по подсказке. И вот сейчас, на этот раз, мы будем смотреть следующий выпуск, где он говорит, куда пропал, когда ролики топ-10 виш... Блядь, я просто прочитал название, и там не сопало. Топ-10, какой я считал, боев! Виш-лист! Всем похуй на твой виш-лист! Короче, смотрим видос, новый Q&A, обсуждаем, поддерживаем, любим, целуем своими френдами. Стой! Я важное хочу... Стой! И на рекламу. Здорово, мужики! Как у вас дела? Надеюсь, что все отлично. Вот у меня, как всегда, все прекрасно. Он за вчера приподнял полкишок. Не то чтобы очень много, но в целом не ровно. Ну и вообще, в общем-то, все достаточно неплохо. На прошлой неделе машинку подновил. Пока радует. Ну и вот выбрался сегодня отдохнуть на Красную Поляну. Отличная погода в горах, парни. Просто песня. Ну и вообще, тут, как всегда, все красиво. Девчонок-вагон. Важное замечание хочу сказать. Всем привет, я КИ28, мы с вами вместе. Я у Фредди Чинански, молодой, Федя Букер. Чего? Я сразу с херни начал. Короче, мы выпустили ролик, ну, Ярослав, по большей части. И просто поним... Ну, хотя я тоже там помогал. Понимаете? Я... В двух моментах. Я завтра. Где пародию снял, где обоссался. В общем, что я хотел сказать. После того, как мы, он, выпустили ролик, меня это забавит очень сильно, я узнаю, что у Sorry My Friend и депрессия. И это на самом деле отвратительно. Весело. В то время, когда ему это весело. Радуюсь над своими, победуя над своими врагами. Мне грустно, что мы закопали тебя в могилу. Поэтому мы будем... Довольно. Буквально. Да. Поэтому мы будем как добро и зло сегодня выступать. Сашка, держись, мы с тобой. Все. Сашка, ресторатор, давай. Сосед, давай. Все смотрели. Ну, допустим, я думаю, с чего начать. Привет. Добро пожаловать на канал Sorry My Friend. Бля, погоди. А вот это в начале... Все, сразу пауза, 3 секунды. В начале вот это вот, чверно-белое. Обычно же, допустим, я хотел, я сразу что-то угарное. А что это такое было? Надо придумать, как начать. Бля, это как будто бы... Мы сейчас ставили начало, где мы такие... Давай начинай снимать. Такие начало сделали еще в 2010 году, когда... Как бы начать ролик. Ну вот и начал, собственно. Бля, это... Вот это вот такое ролик. Бля, я же должен его защищать. Там просто сразу вот такая пухлая морда на меня вылезла в начале. Сербер, нахуй. Не лезь, сука, он здесь сожрет. Бля, у меня волосы даже как кетчуп, нахуй, по голове рос. Круассан. Он настолько любит еду, что сделал в причинском стиле курассан. Бля, 6 секунд. Ай, супер, блядь. Выбраться на балкон и записать на вас. Выбраться, блядь, меня держат. Ебать, он прыщалый. Видео в формате. С 30 лет. Мне еще понравилось, что он такой, типа... Я решил записать канал на свой ролик. Блядь, на мой, запиши, пожалуйста. Я синхуйся на одной. Смешен. Нет, на чужой, на канал PewDiePie. Q&A. Ответить на интересующие у вас вопросы. Или неинтересующие, как в моем случае. Большое спасибо всем. Интересующие вопросы вас бесят, камеры? Неинтересующие. Читал ли ты... В топ-10, если ли. Леньше. Кто эти вопросы... Спасибо всем тем, кто не отписывался от канала, пока я сдох. Меня написал, как под записью сообщества YouTube, так и в моем телеграм-канале. Давненько мы... Да, ссылка на мой телеграм-канал в описании. Я, в отличие от своего мая френда, публикую тогда голосовые каждый день, каждый божий день. Это факт, я слушаю каждое. Голосовые статьи, посты и так далее, и там не только реклама. Ну и все, в личку присылают. Да. Мы с вами не виделись. Спамятцы. Я думаю, месяца два-три точно прошло. И, конечно же, думаю, вас... Слава богу, слава богу мы не виделись, блядь. Все рады. Пусть вопрос, куда я пропал. Дизер. Бон, а я, блядь, этого дизера, сука, ебал в рот. Я не знаю, кто он, я не знаю, где он живет. Но я ебал ему в рот. Собственно, давайте с него и начнем. Куда я пропал? Первый вопрос, куда я пропал? Давайте с него и начнем, блядь. Это первый вопрос, а где же нахуй? Первый вопрос, что я ем? Ну, это в конце отвезу. Куда я пропал? И начну я так, меня похитили. Я выбрался и попал на необитаемый остров. Я жил там месяц, не, я жил там месяц на необитаемом острове. И затем я отправился в привлечение в ад. Я побывал в аду, я выбрался оттуда. И потом меня захолдовали, и я стал женщиной. И после этого меня поцеловал лягушку и стал своего мужчиной. Но затем я пошел сражаться с режимом в Англии. И в конце концов, я вот здесь. Я знаешь, что придумал? Да. Короче, на самом деле, манку... Блядь, манку, я уже путаю, долбою. У тебя, кстати, фантазия хорошо работает. Хорошо придумал. Молодец. Сори, мой френд. Вот в этом рассказе, куда пропал, зашифровал послание. И сложи, это анаграмма. Сложи первые буквы, вот его слов. И там получится вот то, что он хотел зашифровать. Я пидроц. У меня диагностировали депрессию. Рак. Последний здоровец. А ты же здесь? Я умираю. Меня диагностировали понос. Это диагност такой, врачи дают понос. У вас понос, он стал жить 3 месяца. Рысь. Все, в средней степени. Депрессия, в средней степени. Ой, всем похою. Я дуряна. Всем вообще похою. Всем вообще насрать. Это представьте, вот я поссорился с мамой. И такой, ребят, где я был, я поссорился с мамой. Поэтому видео так долго не было. Нет, ты не прав. Ты не прав. Жирный. Короче, я интерпретировал. Саня, я понимаю тебя полностью. Блядь, психолог есть охуенный. Можешь ко мне обратиться. Блядь, говорю недорого. Не, я просто понял. Все. У меня у самого ПТСР. Вот видишь, я вот не ПСР. Я ПТСР. ПРЛ, ебта. Да. Трибуку. Короче, у меня просто трибуку, блядь, в речи. Так что, если что, я тебя понимаю. Новая искренность. На самом деле, обращайся, блядь, братишка. Я с тобой, я буду за тебя топить. Я в первую очередь поставил курансон забрить все-таки. И машутку свою побрить наконец-то. Вот это там, броди, нахуй же. Не самая приятная болезнь, которой можно боличь. Да, блин. Рак, депрессия. Топ неприятных болезней. Понос, поджелудочная заражена. Депрессия, рак, блядь. Нет, рак и депрессия меня объясняет, блядь. Да. Рак и депрессия, блядь. Не уверен, что можно... Вообще, стоп. Есть болезни, блядь, которыми можно болеть? Глаза разница. Нет, ты, блядь. Болеть радостно? Да. Да, рак, блядь. Да, наконец-то я сдохну. Наконец-то я сдохну, блядь. Я ждал этого. Приятный аппетит, но тем не менее. В общем, выражается это... Когда жил с Манкова месяц в хате? Блядь, ты, блядь. Да, у меня рак. В основном в том, что ты и не ешь. Ты это то, что ты ешь. Я ел депрессию. Я съел свою девушку, не было депрессия. Я съел свою девушку, теперь и она. Я девушку... Что-то делать. Я понял, что со мной что-то не то. Я ебнутый. Со мной что-то происходит. Я понял, что со мной что-то не происходит. Я просто не ставлю людей на улицах. Я убиваю собак и ем их. Я снимаю говняные даунские ролики на ютубе. Я ебнутый. Ну что, мы забросаем. Я не законченный даун. Я просто целый день пролежал. Пролежал, притрачился. Я когда... Я трачил... Я не вставал с дивана. Когда я трачил за ним 15 раз, не вставая. И у меня есть девушка при этом. Я понял, что что-то не так. На диване я смотрел сериал. Смотрел сериал. Смотрел сериал. Смотрел сериал. Нет, сериал... Сериал какой там есть сериал. Американская история. И трачил. И трачил. И трачил. Я понял, что я емнутый. Не вставая. Даже, чтобы... Даже хуй у меня вставал. Я все равно трачил. Да, блядь, хватит. У него стоит. Прямо сейчас. Семь. Понял, что в повышенском состоянии я себя не наблюдал. Ну и вот, собственно, пошел к психотерапевту. И она сказала мне... И мне сказали... Иди нахуй. Да хим нахуй, ай, ай, пидор. Нафиг ёбаный. И с тех пор я, собственно, принимаю антидепрессанты. Это хуйня. Наркоман. Подсел на эти антидепрессанты, как на наркотики. Работ. Не только долбоебнущие наркоманы. Над своим мироощущением. И, в принципе, конечно, сейчас мне стало уже легче. Братан, таблетки не помогут, блядь. Просто давай стрекнемся. Реши все проблемы. Нет, на самом деле, давай встретимся Певчанского. Фига, к ним поговорим за жизненно. Всегда рад, типа, идти на встречу. Из тебя пиво. Ты плачешь. Ты плачешь. Мы заключались. Основная причина, почему так долго нет роликов. Я их даже снял. Я их съел. И поэтому такой пухлый. Их было 30 сентября. Ролики, блядь, отцарило. Смесило, снял целых три ролика. Взял воли в кулак, снял три ролика. Закупку, коллекцию и закупку. Блядь. Но, чтобы смонтировать, силы в себе не нашел. Но, тем не менее. Огучиваю. Все же будут. Я крутой. В деле, если уж так получилось, что в России у нас... Не любят геев? Геи запрещено. Голоса простого народа ни на что не влияют. Блядь, ты иди ты нахуй. Я тебя защищал. Пошел нахуй, блядь. Какой ты простой народ. У тебя батя, блядь, директор Газпром. Это сын директора Газпрома. И вот этот пидорас. Мы знали, блядь. Этот пидорас, который ворует деньги у обычных людей. Тихуел. Пошел нахуй. И он будет что-то сделать. Глаза не на что не, блядь. Голосуют за таких пидорасов, как ты с депрессией, блядь. Да, которые пиздят, пиздят. Не знают о чем пиздят. И потом, блядь, вот тебе сравнение нахуй Сравнение с Нилой Коваленко, блядь По ходу реакции, если вы смотрите этот видос Ну, и вы смотрели прошлое Можете освежить памяти Там вот были фактические куски, где я разбирал Сори мои френды, как человека и как творческую личность И вот этот видос просто подтверждает Абсолютно все, что я там говорил И по ходу, вы там в этом не раз подтвердите Нашем канале все по-другому Потому что именно вы смотивировали меня Не сдохнули Такие... Это жалко, если честно, я с тобой дал моего подписчику Вы смотивировали меня, блядь Мои подписчики, долбою, вы смотивировали меня Только... Не снимают ролики больше Не, а вообще, вот есть хоть один подписчик, который тебе напишет И такой, блядь, не буду умирать Да, ну все время грамм В принципе, любой Потому что ты и не хочешь умирать, блядь А вот этот долбою, блядь Ему даже никто не писал Спасибо, что не писали И вот на этой крыше я сейчас прыгну нахуй Конце ролика Это предсмертная, блядь И вернуться И снимать Дальше, монтировать Дальше, выкладывать И жрать Монтировать шлюки Потому что это мильно В какой-то момент Раз в неделю Монтирует шлюки Шлюков Ёоу, чувак Ты где? Ёоу, чувак Стоп, стоп, стоп Там даже правда не комментарий Там Лед пишет Мильно в какой-то момент Раз в неделю Поверял Брата, где новый видос? Ты погиб Ты погиб Где новый видос? Какой видос? Олег, блядь, пишет Когда видосы Просто... Ты где? Просто Олег, блядь Это его батя По скомену дали Ёоу, чувак Где, куда пропал Нет, они не так Представляете, не писали Где видосы, пидор? Где видосы? Там вот так Говорят Ты что случилось? Ты погиб? Где видосы? Они Ёоу, чувак Ёоу 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 Бро, бро 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 Стоп Тебе как сам Оксибирон Говорил Типа Тебе нет свэго Игру Чувак Где новые видосы? Ёоу Это оказалось безумно приятно Я даже не ожидал Шмех тебя это поддержит Иии Here we are Here we are Просто охуя Где? Here we are Here we are Да, он разговаривает Here we are Приводится как Ну и где же мы теперь На балконе, чтоб спрыгают Нахуй То есть Именно благодаря вам Я снимаю Где мы же мы теперь Мои реакции Именно благодаря вам Не, самое угарное Блядь, я вот обожаю Когда Я вспомнил свою шутку Сейчас дай Его спрашивают Ты погиб? И ему, блядь, прощи Так плохо Хуёво Он отвечает Да И пишет ему Слава богу Не возвращайся нахуй Это Питер сдох Я больше всего Немного доебусь на монтажа Там есть его Вот я больше всего Люблю когда Начали Так Ахуизина Сустовка А потом Это видео Именно благодаря вам Просто, блядь Даже не потом Сука Ну как так можно Ты, блядь Это как кино Ты в трейлере Сначала эпичные буквы Показываешь с крутым вылетом А в конце просто Кадры меняешь Без музыки Это же, блядь Просто не соотносится Сука Ходушев Ты вообще все Без эффектов сделал Я такие смонтировал Еще одно Уже лежит на канале Привет Просто легкая Непринужденная распаковка Пошел нахуй Пока закрытым доступом Потому что Ехать за сутки Сначала Что угодно У меня не твоя жизнь Ну и совсем скоро Я думаю Вы дождетесь Уже И Я вам бизнес дам, блядь Это Три недели назад вышло С тех пор Нихуя не было Это жалко Нормального контентного Видера Что я делал В отсутствии видео Я Смертел Американскую историю Уже Заводорочил Я уже говорил Смешный такой вопрос Я дрочил Забавно сформулировано Ну собственно Я работал Я работал Надо тем Чтобы мой хуй Вставал Три раза быстрее Что еще Я работал Месяц со своим препаратом Делают взрослые К сожалению Взрослые люди Дрочат Взрослые Дрочат И штырятся Боролся с депрессией Боролся с депрессией Путем дрочки Причем дрочки Мы с ней пока Боролся Буквально нахуй Да Хабиб нахуй Причем депрессия Победила Просто бой с тенью Боролся с депрессией Мы с ней пока Все еще В конфронтации Она все еще А начали подружиться Лучше вы друзьями Стань Но Я двигаюсь Я двигаюсь к тому Чтобы Применить Я двигаюсь к краю Крышу Постепенно Постепенно Все дальше и дальше Парочек Ближе и ближе У интересных продуктов Продуктов Например Биг Мак И Биг Тейст Которые обожают Вами все это понятно Суй на ебать Жирафуфел Жирафуфел Подпольная погоняла Пончик Жирафуфел Раскрывать вам В чем его Пизду Но я думаю Через пару месяцев Какой-то релиз MVP произойдет MVP Яу 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 Гангиста MVP Дай айс Айс На мне айс Ара 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 Я двух подписчиков На патреоне Блять MVP Меня и Другого в локаре Через 2 А он комикс готовит Приглашу вас Я приглашу вас Я приглашу вас Смотреть кино Мой фильм Мой комикс Мою закупку Ну и про собственный комикс Может Ты пишешь собственный комикс Поэтому опять Свою дому Стою гигида Просто на него Привинул Ваня Пизиков Вот посмотрите На этого Доника Он блять Этот Доник Может написать Свой комикс Ваня Пизиков Нахуй Егор Ой Резиков Ты что Хотелось бы Честно Больше хотелось бы Написать свой комикс Но у меня вообще Нет Я бездарную Ебал Если бы хотелось Не написать крутой Я просто Комикс Там факт Сюда написал Комикс Ебать Крутой Я очень хотел Я Я Я лучше Оптимистер Просто Ты комикс Написал Нет Давай ты пошел Нафиг Потом Когда у него Депресс Я похудел На 30 килограммов Блять Это второй Оптимист Третий Конечно Даже есть Сноксшибательная Идея Которая Выросла Из Сноксшибательная Идея Называется Техносмартанец Комикс Здравствуй Мой опыт сбивает Бабку Мой любимой Девушке Моя... ... Аааааааааа appearing usable Я очень люблю свою девушку, она мне очень помогает. Блин, комикс посвящен моей девушке. Безумный комикс, блядь, просягнул спотом. Комикс посвящен моей девушке, но как я ей извиняю. Этого хана мне изменяет. Весь комикс про это, как я плачу. Он же против террористов там сражался, блядь, где-то в Каире, в Хуире. В Каире, блядь, так было. Он просто написал комикс, где выложил свинфу про девушку. У меня уже есть готовый комикс про мою девушку, но она выложит только, когда мы расстанемся. Там я рассказываю, когда она... И манипулируется, блядь, не может со мной расстаться в немецком романе. А он выложит, какая-то шаблова, как она его, наверное, уже все ненавидели. Этот комикс... Этот комикс даже никто не купит. Всем настолько похуй. И у моей девушки тоже похуй. Он такая, блядь, что он все понимает. Абсолютно все похуй. Он пытается шантажировать девушку. Он такая, мне похуй возьми. Я с тобой только из-за жалости. А? Блядь, так скорее всего нет. Не, если серьезно, то нафиг. К тому, какой ты не ерад. И блак-то. Если б ты хоть раз взял жалую руку в кулак, умел бы вот так сжимать руку, кулак я бы везде бросил. Ты, блядь, кулак сжимаешь вот так. Я люблю, чтобы ко мне испытывали гордость за то, что ты помогаешь жалким. Я честно, блядь, мы придумали сценарий комикса, нахуй, для девушки. Я ссори, моя фраза. Там просто ко мне, как она помогает с сиким инвалидом, и там среди них ссори моя фраза. Ебнутый. Он, да что ты еще? Начинается, начинается с ссори в астрополии. Середина, ты его астрополии ближе. Я так хочу вас видеть, что его астрополию в другой позе. Ко мне, кстати, 35 страниц. Я блядь, это дело. На 350 страниц. Вот ещё он моей девушке, чай проверю. Если серьёзно, то ты должен личное выносить на всеобщее обозрение. Личное, не публичное. Прекрасная антиутопия. Про мою девушку. Антиутопия. Такого же и не было ни у Орла, ни Законятина. Блин, подцом его антиутопия заебал уже. Конечно, не антиутопия объяснил. Девушку в антиутопии, где она просто шлюха, блядь, которая сосёт бомжам за еду. А он король. Тиран, блядь. Он главный герой, а тиран это его аббатя. Я в силу, по своих предпочтениям, превратил это в антиутопию. Но пока... Превратился в Бергея. Ну пока, пока, нахуй. Я понимаю, это будет комикс, или это будет какая-то... Фильм? Или какая-то игра. Или какая-то сценка в театре. Настольная игра. Настольная игра, блядь, про мою девушку. Или, может быть, это будет квест про мою девушку, где ты должен членом забрать у неё из пизды замочек, чтобы отрезал ручки. Квест? Нет, это атерактивное кино, где ты правильно отвечаешь, что она тебе даёт. А даже если неправильно отвечаешь, что она тебе даёт, в любом случае, ты с ней выберешься. Это просто проза, потому что... Ну, художник из меня так скажет. Ну, художник из меня так скажет. Суперроза, блядь. Затвори как художник. Тебе, честно говоря, и... Я даже не знаю, имеет ли смысл кому-то предлагать эту идею. Кому-то это показывает. Или нет, но когда-нибудь из-под моего пирата точно что-то выйдет. Что-то выйдет, говно. Говно. Ну, а что это какая-то... Что это будет, говно, например, мы узнаем потом. Мы, наверное, это узнаем. Пока, честно говоря, даже не работал. Даже не работал. Даже вообще похуй. Просто курс хочу написать. Брать девушку, брать девушка. А у вас, когда выбирайте комикса, где главный персонаж комикса умеет на твоих знакомых, чтобы узнавать о чём он. Данил Кузьмин, респект. Какие планы на канал? Ой, это твой ебан, который написал, вы тупые маленькие школьники. Я его лайкнул, закрепил, он удалил. Какие планы на канал закрыть, нахуй? Собственно, у меня были довольно амбициозные планы раньше. Я хотел это сделать в своем основном. Я хотел закрыть его. А сейчас я хочу его открыть. На протяжении пяти лет. Опять же, подтверждая мои слова, где я говорю, что он хочет заработать с вас бабок, бабки, бабки, бабки. Он чисто считает, сколько будет прибыль доходить до него. Ну, пять лет плюс-минус. Пошёлся, нахуй. Я, блядь... Федик. Заберу жену твою и дочь, насру тебя во вкусный борщ. Это не текилку ты бьёшь. Это моча моя святая. Тебя приметили гомосексуалу утрапа с цветами. В какой-то момент понял, что, наверное... Что, наверное, меня уволят. Не совсем точек. С Ютуба. Я хотел бы исключительно заниматься своей жизнью. Всё-таки... Ебать, смотри, он дверь все сделал. Нахуй, чтобы у него ваши бочки не тушили. Что? Он показал, что там у него сзади нет, на всякий случай, а там за камерой стоит. Не, блядь, соседи от него дверь сделали, чтобы закрывать его, когда он тогда запах не упускает. Морально мне немного сложновато и тяжеловато записывать эти ролики, монтировать их. Ебать! Нахуй ты это тогда делаешь? Так плохо, блядь! Я понимаю, когда, типа, именно лень просто. Но, блядь, когда морально тяжело что-то делать, нахуй ты это делаешь. Как вообще? Я представляю, тебе вообще нахуй ничего не хочется про этот комикс говорить, допустим, а ты снимаешь обзор. Себе морально просто хуёво, то, что ты всякую хуйню городишь и высасываешь его с пальца. Или ты не купил вообще комиксов и записываешь закупку. Тебе просто морально нахуй тяжело. Ты нахуй это делаешь тогда. Дебила. Как-то это больше в стадии хобби останется, поэтому я не гарантирую вам. Регулярность выхода этих видео. Собственно, что еще мог бы гарантировать? Могут входить раз в три месяца. Что еще могу гарантировать? Гарантирую телефон полгода. Это все. Расширение моего ебала. В трехкратном размере. Регулярность тут. Твой вопрос. Забрасывать. Это хобби. Забрасывать. Закидывать. Оооо! Назвать, закидывать, собирать. Закидывать под губу. Хобби... Хоббин заебатый фильм. Хорошая реальность. Мне нравится... Дрочить. Все-таки. Все-таки дрочить. Все-таки, в конце концов. Мне нравится все. И фельмени, и картошка, и соус. И бакмак. Монтировать, по крайней мере, ролики снимать, честно говоря, не очень сильно. Мне очень нравится с моими ебалок. Но монтировать я их люблю. И я продолжу это делать. Я, наверное, попытаюсь... Мне смонтируют попраски. Да, и мне тоже. Мне тоже нравится. Мне кажется, ни один нормальный ютубер не прям обожает монтировать. И любой, если бы ему предложили выбор снимать только или только монтировать, чтобы за вас остальное другое дело делал, он бы выбрал только снимать. Он монтирует то, что это тяжкий труп, блядь. А снимать это вообще... Это встал, проперзел в камеру и закончил. Ну, по крайней мере, я так снимаю. Какого-то именно полезного контента, то есть, наверное, больше будет прочитанного. Я, наоборот, я буду рассказывать. Я записываю идеально, а на монтаже поставляю так, что я бы ты обосрался. Все охуяем? Не, не, будет больше прочитанного. А на закупку и все, больше не ходит. Это опять... Опять подопиздел. Опять, как мы и говорили. Про эти вещи, которые я прочитал, у меня все еще... Он, кстати, я... Морозит, блядь! Я смотрел, вроде, пару месяцев назад его лайфлип, я сталгер, и он, блядь, читает по 2-3 комикса в месяц. Это жалко. Его нахуй ты вообще читаешь, если читаешь по 2-3 комикса. По 2-3 комикса, ну, типа, сколько там выпусков, примерно? Пять. На немедленно, где-то 15 выпусков в месяц читаю. Блядь! И то не каждый месяц. Блядь, это... И поэтому... Время заставляет, время заставляет. Передо мной стоит такой моральный выбор. Рассказывать ли вам, делать ли полноценные обзоры на хорошие произведения? Или это плохие? Потому что, с одной стороны, у них прям хочется поговорить, потому что они классные. Ну, и про это всегда... Вот когда начинается такая дискуссия, то, что... Ой, делать ли мне то, делать то, значит, ты нихуя не сделаешь. Потому что, когда я тоже просил, ой, подскажите, на какой комиксе они обзор делают, я, блядь, ни разу не сделал обзор на комикс во просьбы чей-то. Я делаю, потому что это мне нахуй интересно. И только когда мне интересно, что-то делаю. А вот спрашивают, что, бля, не знаю, делать хороший обзор на комиксы или не делать. Всем похуй. Всем реально похуем тебя. Да, просто взять и сделать хуленый. Я не знаю. Хотя бы один, блядь, обзор сделай, сука. У меня человека, у которого меньше роликов, чем у тебя раза в два, уже обзоров в пять есть. Или четыре, по крайней мере. У него два подписчика, а у Сори Май Френда сколько, блядь? Два. Два миллиона. Две семь. Два. Это, блядь, челка, совсем два. Так, наоборот, люди будут смотреть и... Жалеть, что я не подписывался. Не, не, вот смотри, после двух подписчиков все будут приходить на этот ролик смотреть, ебать, а у него же 14 подписчиков, значит, нравятся людям и подписываются еще. Это стратегия. Приятно рассказывать. Бак, это, бедный Павел. Не хочется спойлерить это людям. Ну и, конечно, про просмотр тут тоже вопрос. Чувак, можно делать, правда, хорошие комиксы. Бедный, сука, скойлеров, блядь, долбоеб. Просто потому что те, кто не читал, они... Ну и вообще только дебилы, они такие, спойлеры, спойлеры. Я помню, как я бомбил на Даню, когда он на Listen to Comics не стал читать мою охуительную статью про Львова Багдада, из-за того, что там были спойлеры. Но без спойлеров то произведение конкретно было сложно раскрыть, моя претензия к нему. А на самом деле я сам-то прочитал, на самом деле зря при всех не прочитал. Просто я сам прочитал, но другие все равно долбоебы не пошли же читать. Так что... Ну да. Зачитаем потом еще куда-нибудь. На Listen Comics 3. Хотят сначала прочитать, не будут смотреть это видео, она просядет просмотром и так далее. Ой, просмотрики, просмотрики. Стоп, блядь. Сука, я делаю видосы шерсты, которые вообще нихуя не набирают. Мне похуй, я похую. Даже ёбаный Илья Дардевил, когда он снимал ролики, он меня спрашивал, как сделать так, чтобы людей привлечь читать. Ёбаный Илья, это не блог, блядь. Понимаешь, что он пытался. А ты думаешь, сначала ты такой, ну люди не будут читать, значит просядут просмотрят. Да ты чёрт ёбаный, блядь. Иди, хуй, дрочи бабушкам. С другой стороны, те, кто, допустим, не были уверены, что они хотят читать это. Чё? Это была за херня. Бля, респект, я обожаю, когда вот так вот, блядь, передо мной, сука, вертятся. И они, возможно, не прощают. Убегают от депрессии просто. Он не говорил, борьба, блядь, с депрессией, она ему хуя хусь к хусь. Борьба с депрессией, борьба была, равно порой бездолго она. Получит тунь. Она его хуя к хусь, браво, он уклонился, потом поймал. Оп, 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 боксер. Раина. В общем, сложный вопрос, на самом деле, но я, наверное, поразмыслил над ним в какой-то момент. А по поводу рубрик. Ну, почему тогда она ничего не будет, блядь? Я, скорее всего, продолжу делиться с вами своими покупками, потому что... Как же говоря, без пидерочки, блядь, я убил. Я даже его лучше отстыкал. Я вроде в видосе сказал, что он вроде отходит от формата покупок. Ну, у меня, по крайней мере, в сценарии было написано, что на стриме там что-то такое говорят. А что он такой, не, я буду делать покупки, а не просмотрят, блядь, про нас просмотры. Я понимаю, я тоже, наверное, буду делать закупки, чтобы поднять вот этот канал. Но, блядь, закупки не должны быть по пять, по шесть роликов из среди десяти. Это тупо. У меня вообще за прошлое время я снял две закупки среди тридцать, ну, или сколько там, шестнадцать, семнадцать роликов, которые я сделал. Потому что закупки это не так, что прям суперинтересно надо было снимать. А мы ему в прошлый раз, кстати, говорили, вот ты ему особенно объяснял, что закупки это не контент. А он такой, знаете, как он там ответил? Да, на эту хуйню время тратить, блядь, мы там слили твои банковские данные, петушок. Да, и твой адрес. Ищи себя в паблике, опущенной на зоне. То есть, просто показывай. Да, бля, он же идиотом отходит, как будто такой работник офиса вышел из дома, который рядом, блядь. Я, конечно же, буду рассказывать вам полноценную книгу, которую я прочитал, потому что... Я пидор. У меня к тебе вопрос, вот как думаешь, давай обсудим, его депрессия настоящая или нет? Ты вообще напиздел. Он напиздел просто, прикинь, я просто реально месяц дрочил, нихуя не делал, ты вообще как оправдаться. У меня была депрессия. Нет, чувак, мне кажется, он реально пускай, у него реально депрессия была. Нет, он может быть пускай, но типа это самовнушающаяся депрессия. Ему никто никогда про депрессию сам выдавал. Он не хотел психотерапевту, блядь. Ну, наверное, это самые полезные видео, где ты делишься своими уже осознанными мыслями по поводу того, что ты прочитал. И очень часто люди, и я в том числе, когда потреблят... Потреблят? Сука, даже вырезать не смог. Потреблят. Дополнительно добил вот этот твой выстрел. Сука, нахуй ты этого оставил? Пацан, он этот ворожок, блядь, прожевывает. Он смоктал каждый, блядь, депрессию. Это рыба, ебучая, окунь, блядь. Когда потреблят, потреблят. Он просто уже так часто кушает, блядь, что его мамочка с лошадкой кормит. У него под зубом заначка. У него там и хорка. Он не смог с первого рана. Выглядит, как Хэлвин из Барундуков, блядь. Пришла и оторвала голову нам, чумачечая песня. И нам не должна, и от любви сашу я с ума, чумачечая песня, чумачечая. Я иду по улице, словно чумачечий. А солнце, чтоб не жмурится, я натяну очечий. А в тёплах отражаются девочки конфетки. За наглость не сочтите, угасите сигареткой. Пришла и оторвала голову нам, чумачечая песня. И нам не должна. Когда потрепят какой-то контент. Каких потрепят? Каких ребят, которые из зоны вышли? Каких партийных ребят? Нахуй ты пионеров трогаешь? Ты, блядь, пиздобол. Педофил. Сериал, книга, комикс. Они... Игра. Я думал, он всё это перечисляет. И такой, ничто из этого. Я, нахуй, не изучал. Хотя послушать чьё-то ещё мнение об этом. Например, не моё. Это ещё. Чтобы подтвердить своё мнение. Чтобы узнать, что это новое. Чтобы опровергнуть своё мнение. Скажите, пожалуйста. Мы хоть раз в интернете опровергали своё, блядь, мнение. Потому что я, нахуй, ни разу. Если у меня есть мнение, то оно никогда, нахуй, не опровергнется. Если выручили этот ролик. А если у меня нет мнения, тогда я могу принять чью-то мнению. Просто спиздить. Чтобы, не знаю, не согласиться с кем-то. И сказать, ахуй, говнюки написать в комментариях. Ахуй, говнюки, ёблутык. Он реально, чувак, он реально помирает, чтобы спокойно сейчас он ёбнулся. Ахуй, говнюки пенаразы, суки. То, человек, который написал, записал это видео, не прав. Это нормальная потребность, вполне и не. Сука, блядь, ну аааа. Сука, ну блядь, у него тысяча подписчиков. Даже я, блядь, когда у меня, я снимал какие-то обзоры или видосы, там по 26 минут я мог вырезать. Сука, ты дебил, блядь, какой же ты дегенерат. Просто космический масштаб. Это не то, что он не умеет монтажить, он просто дегенерат какой-то. Вот это вот. Как будто охуеться. Когда по Зигмунду фрезу. За лупу, блядь, 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 блядь. Я послышно стал, жалкнул, жалкнул за лупки. Это по Зигмунду Фрейду, блядь. Вот у него чрепы стоят на борту, я его вспоминаю. А, как это было хорошо. Ртом тоже много работает. Это Лев Николаевич комплексы у него. И, и, я собираюсь его мониторять. Что с коллекцией? Что ты разъебал, лохот? Я его распродал. Я его сжег, нахуй. Только великар. Мне больше не нужно. Велика. Велика. Он реально, он на наркоте сидит. Велика. Какое смешное слово. Велика. Сколько ты так худил, блядь, я не добираю. На траве. Он походу, блядь. Чего, в чем прикол? Велика. Какое забавное слово. Велика. Велика. Велика, это как великан. Это как великан. Новое слово узнал. Велика. Я в книжках таких не было, которые он читал. Вектора, дубить богом. Моя коллекция на нынешний момент. Честно говоря... Честно говоря... Я не хотел. Честно говоря... Я что, считать должен, я долг бою, блядь. Долживо говоря... У меня комминсов. Честно говоря, я до этого ничего честного не было. Более того, от большого количества избавляюсь прямо сейчас. Отчасти уже избавился, отчасти только предстоит избавиться. Избавиться, не продать, избавиться нахуй. Это помогло бы сжечь. Кинуть в топливный бас. Женю Риборда. Кидают в него. Эти комиксы ничего не считают. И они истязают. Ну, даже не вижу смысла, честно говоря, считать, сколько их. Тысячи. Посмотрите видео. Видео про коллекцию. Тем более, что последняя часть... Сука, она еще не вышла. Мноя часть мною тоже снята. И она сейчас в стадии монтажа. И она... До сих пор ты не встанет. В стадии пиздежа. Уже месяц в стадии монтажа. В скором времени выйдет. Вот и можно будет полностью составить... Когда, sorry, my friend, блядь, в скором времени выйдет. Я снова в Москве. Давай, блядь. Метро... Раз на раз. Метро Сокольники. Два на одного. Ты... Вот назад Метро Сокольники тебя отпиздили школьники. Ты приходи один, мы тоже одни придем. Я не в том, насколько... Ну и нож не бери, у нас кто есть. Когда загорелся идея... Когда ты так загорелся. Когда ты загорелся. Прямо сейчас. ААААААААААААААААААААА. Хуяля ты так бомбишься, ребят. Рад коллекцию комиксов. Смотрите, в чем прикол. Байк, что за маша у него на башке надо? Вы-то насрали такой. Гавнёшкой. Завитушкой-гавняшкой. Идеи, собирать коллекцию комиксов у меня никогда не было. И более того, у меня и сейчас ее нет. Я не хочу собирать коллекцию комиксов. На хуй ты так дай я... Я хочу деньги собирать, блядь, с вас. Патроны мне, да на те, нахуй. Я просто покупаю эти книги. И ставлю на полки. Это, сука, называется, собирать коллекцию комиксов, дебил. Я не убивал этого человека, я просто взял нож и засунул в него, но я его не убивал, блядь. Чтобы читать сейчас, чтобы читать когда-нибудь потом. Я бы не сказал, что это коллекция, потому что коллекционирование. Потому что это, что это такое, нахуй, блядь, дебил. Коллекционирование, это когда ты просто 24 на 7 вот так вот дочитал. Ты просто вот так вот листаешь, ебать, дочитал следующий, бьешься. Что такое биф? Что такое коллекционирование? Бывает сбор всего. Всего вообще. Камышек с моря. Коллекционируешь комиксы, да, вот мои шторы уникальные, извиняется. Ёпты. Ну вот, я думаю, что вообще на моем канале нет людей, которые увлекаются комиксами и не смотрят канал Руслана Кубиева. Есть я. Есть я. Сосихуй, Руслан Кубиев. Я уже давно. Руслан Кубиев, пошел нахуй. Я думаю, вы представляете, он точно человек, который коллекционирует. Он сам, нет. Вот, Руслан Кубиев подходит по его же собственным этим, по каким-то меркам. Чувак, который собирают все, скорее всего, все издания. Руслан Кубиев не собирает ТПБ, не собирает ни оверсайз харды, ни омнибусы, не собирает практически DC, там, какие-то обычные харды, не делюксы. Он практически не собирает какие-нибудь статуэтки. Окей, если про книги, то практически не собирает какие-нибудь издания Дарккорс, Зингавар, какие там издательства еще есть. Он собирает омнибусы, марвел и DC, и собирает какие-нибудь там еще делюксы некоторые, альтернативные. Все. Он не собирает абсолютно все. Он не коллекционер по твоим меркам, потому что коллекционер-то и ТПБхе тоже собирает. Каждому больше или меньше нравится тот или иной формат. Допустим, мне не особо нравится омнибусы, несмотря на то, что у меня к этому штук 10 есть. Мне нравятся там оверсайз харды, делюксы и харды обычные. И там комплит коллекшн ТПБхе, то есть толстые какие-то. Я их собираю. Нет ни одного человека, которому нравятся абсолютно все форматы, или который собирает все форматы, несмотря на то, что они ему не нравятся. Как сказать? И ругался. Джейн Эри Борн вообще собирает хуи уже за яйца на шею. Да, и сокрушался, и рекомендовал никому не сниться коллекционерами комиксов, когда рассказывал... Охуенный совет, блядь, развивающую культуру. Не, вообще, если честно, хуи признают культуру. Ребят, не остановите, не собирайте комиксы. Вообще, идите нахуй. Мы, конечно, можем так сказать, но мы, блядь, для культуры делаем больше, чем ты. Мы фрики, мы фрики, мы фрики, мы фрики. На комиконе от Дениса Оптимистера, потому что по скидке. Новый комикс. Потому что они мне не интересны. Шапочки. Их читал и понял, что, ну, это не та вещь, которую... Ебать, второй пиперлый. Она стоит у меня на пол. Не знаю, ответил ли я на твой вопрос. Четвертый. Не знаю, ответил ли я на твой вопрос. Если нет, то он пошел нахуй. Я реально егутый. Я егутый, я иди нахуй. И просто в камеру кидается. А права какая-то пидорская. Ты увлечение кое? Да, как будто женская. Я так никогда не... Вот это бы снизу легко было, разбить бы ему нахуй. Да, как будто женская, как будто брови такие накрашенные. Как самим я начинал. Обцениваю, оправу на пидорсона. То есть, вот за прошлые лет. Ох, Иван Петинг тут... Ох, Иван Петинг. Иван Петинг. Вам не кажется странным? Су-су-су-су-у, смотрит павильон, с вами пейтинг. Какой-то пиздечкин или какой-то. Иван Петинг. Ты все святый спиридником. Смотри, наебал его. Смотри, какой он стрёмный, блядь. Тыпнулся в комплиментах. Я сейчас ловлю Иван Петинг. Всё, до тебя. Да, Иван Чай. Долгой не кончил. Очень долго я не мог снять это видео. Москва цел. Потому что... В седьмом этаже это как шестой на один повыше. Ну, хотел снимать именно на фоне природы, на фоне свежего воздуха. А в Москве на протяжении нескольких дней были только дожди, серость, хмурость. Я и сейчас, на самом деле, довольно поздно вышел. И потом ты уехал, нахуй, и всё зацвело. Серасть и хмурость, это ты, ебай богу. Уже как бы не солнце, но тем не менее. Они сейчас хотя бы не заливают мне в морду. Это самый дорогой комикс. Коллег. Он зашел в лицо, не важно залить лицо морду. Он сам понимает все. Слава богу, эти дни прошли, и мать, и не заливай мне в морду месячную. Это, наверное, омник Росомахи в оригинале. Я не гонюсь за какими-то... За шлюхой. Я ее просто отпускаю. То, что мне хочется почитать. Возможно, омник Анималмен или мира дороже. Я сравню. Не дороже обосрался комикса. Так, тут дальше у меня есть два вопроса про Топу, и я заранее... Топу, респект, ты топишь, фу. Все смотрим, топотелло, ребят, я не топлю, топотелло, лайки, засмотришь, ну чего, лайки, если развиваешься. Я к ним готовился, заранее поискал, поэтому я сейчас буду зачитывать с телефона. Зачитывать с телефона. Йоу. Йоу. О, йоу, там в лесу, посрать на школу. Я всегда знал, где найти волка и лесу, блин. Че, 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 че. Я тебе знаю, блэ. Первый вопрос, это топ пять или десять комиксов эя? Я их не расставлял. Блэть, а сколько нужно будет-то больше вопрос. Там, венадrai, я их не расставлял. Сука, блэ, ты, за твоей задачей, прям сейчас расставить. Динбил, блэ. Не, задающий вопрос, равен отвечающему, потому что кто вообще с такими ватарками, бля. Сейчас нахуй. Майан, маньан. Максим Эмм. Я их не расставлял по местам, то есть этот список не от лучшего к худшему, не от худшего к лучшему, это просто 10 комиксов, которые я считаю нереальными просто, которые я всем рекомендую читать, которые входят в 10 комиксов. Это лунный рыцарь, Джафельмира, хуйня полная, это Фрикангелы, это Фрикангелы, это Фрикангелы, это Фрикангелька, у меня есть второй том, хуйня полная, внезапно, я все хочу записать про него, внезапно Фрикангелька, причем она. Хули он вообще не высказывается про Томису, он просто на топ, он даже ничего подробно про это не говорит. Пятерки всем его частям, которые поделились в меди, топ-5 дай-5, всем премьер, экстра-пау, это ликей, топ-5 дай-5, черный молд, хуйня полная, просто открытие для меня, открытие хуйни, Сабагистан хуйня полная, вообще в рот ебал, я бы даже не делил, просто Сабагистан, поделят при гумунизме все. Вторая, это просто полная. При гуманизме, может при коммунизме. Я так и сказал, при коммунизме. Я и мой рак, я полная, я и мой рак, это вроде его комикс. Неожиданно для многих... Блядь, я и на то успел комикс написать все время, правда что-то. Это комикс, еще на его девушке. Нет, и популярные вещи были, мне кажется, это чуть менее популярно, она выходила в операции. Мне кажется, что он, кстати, не 10 комиксов назвал, а просто 7. Да, это у нас... Она даже считать не умеет, дебил. Так, я даже запомнил. Фрикадель. Фрикадельки. Значит... Черный молот. Фрикадель. Рунный рыцарь. Рунный рыцарь. Я и мой рак. Сабагистан. И еще второй какой-то был, блядь, вот кого он любит сегодня, пиздец. Лемира. Какой-то еще комикс короче был. Вроде как. Под залупная ежина. Блядь, скиньте мне 500 рублей, я напишу комикс под залупная ежина. Блядь, я отвечаю. Довольно тяжелая тема. Семь комиксов назвал. О болезни раком и просто какого-то нереального языка. Ой, она не умирает, что за хуйня. А я умираю, сука. Смешного, приятного, которому все это... Что, блядь, смешного? Я умираю, за хуй. Я считаю, что это выдающаяся работа. Далее. Это Бэтлена, лечебница Арком. Хуйня полная. От Гранта Моррисона. Но мне тут, конечно, не Моррисон больше нравится. И включил я его не за Моррисона, а за Дэву Маккино, который все это нарисовал. Ух, арт, конечно, ну он заставит мурашки побежать по коже. Послание. Джефф Элемира и Дастина Гуина. Великолепная... Блядь, сука, он абсолютно не умеет записывать ролики. Великолепная картошка. Фрией Маклонов со скетчемом. Он абсолютно не умеет записывать ролики формата Q&A, потому что он, блядь, зачем-то делает их долгими и очень скучными. Ну, типа, тебе зовут лаконичный вопрос. Пять или десять любимых комиксов. Если ты не снимаешь обзоры, просто коротко скажи то, что вот этот любимый, этот любимый, этот любимый. Но ты, блядь, зачем-то каждый из них начинаешь как-то подробно рассказывать и причем со зловыми паразитами как-то очень неумело. Сука, ну если есть, то потом скажи запиши, блядь, обзор. Потому что это просто скучно смотреть. Я предлагаю перемотать часть про комиксы, потому что мне вообще не интересно. Давай еще пару вопросов. А, это все про комиксы? Да, блядь, он не умеет о комиксах говорить, мне вообще похуй что-то. Я думал, он там обострется. Еще два вопроса я не смог никак засунуть в категорию. Это, что за зелень у меня в этом. Что за зелень у тебя вокруг шкафа? Это моя ферма коноплик. А сейчас я на фоне будет играть песня Датсала Николай. Все страны мира, собирайтесь смело, давайте вместе легализуем тему. Бояться надоело, ветер то не дело, с улыбкой на лице сломаем стены системы. Что за зелень у тебя вокруг плеча, блядь? Что за зелень у тебя вокруг рта? Это называется щетина. Нет, я уже все поменял, добавлял зелень. Я вообще все поменял, я его срубил. Я вот на киршный час. Я в лесу жул. Вообще, что за зелень? Теоретически не нравилось, как выглядели мои стены на калере. Как видели мои стены? Никтою не выглядели стены. Как выглядели мои стены на калере. Как выглядели. На калере. Просто что у него с охуевым во рту проговаривает. Покрасили стены, теперь все хорошо. Но, собственно, эти штуки... Покрасили стены в черный. Это из икей, просто такие квадратики с искусственной зеленью. Из них можно ставить любую картину. Ставить хуй в них можно. Они сейчас лежат, мы их другим. Любую картину, падение кары. Давай из этих листочков, давай выставляй. Есть ли еще, помимо комиксов, другие серьезные увлечения? Да, дрочка. Я ее посовещаю на 12 часов в день. Нет. Знаешь правила 10 тысяч часов. Если ты что-то делаешь в 10 тысяч часов, то в этом станешь мастером. Солен, например, 12 часов в день это завещает. Коллекционирую меня. Просто поспать уже с членом врачей. Пока спин дрочит. Причем еще тяжело, он еще маленький хуже. Еще он должен найти. Еще очень широкий, вот такой толстенький. Как пенек такой. Понял. У него вот такую ширину. Я не коллекционирую комиксы. Как в сказке про вершки и грышки. Ничего больше не коллекционирую. А, нет. А, нет, я коллекционирую женские трубочки, которые я сорвал на улице. А, нет, я коллекционирую упаковки из-под бибанка. Я коллекционирую грязь под ногтей, я коллекционирую монополию Макдону, у кого есть мусорская улица, у вас какой-то мерзкий, я коллекционирую грязь из пупка, я коллекционирую удары на своем ебальнике, я коллекционирую мусор из своих карманов, просто ебутый, точно, я собираю, я коллекционирую свои козябки, не совсем так вот прям хардкорно, но тоже. Я коллекционирую хрусталики каждое утро из своих глаз, упоротые как-будто влечения, коллекционирую вкусы ридер спорта, коллекционирую вкусы. Блядь, ридер спорта, это же шоколадка еблевая, вкусы ридер спорта, ваши варианты были, блядь, не хуже, лучше его, блядь, грязь. Блядь, ваши, блядь, ваши, блядь, блядь, коллекционировал, сука, вкусы шоколадки, блядь. Топ, в свой факт собираю этикетки различных вкусов ридер спорта. Это же не шоколадки, этикетки, сука. Я вот, блядь, у меня выйдет ролик, я, у меня один шкаф, полностью какие-то сувениры, которые важны для моей жизни, ну или как-то с ними связаны, там у меня воспоминания какие-то набивают. Ну, блядь, представьте, человек коллекционирует, сука, просто шоколад. Какие у тебя воспоминания могут быть о шоколаде? Ах, беркер шоколада. Вот этот шоколад я всхалывал 13 февраля 2001 года. Вот это миндальный, не люблю миндаль. И все равно жару. Касмар! Аня, че это за коллекция там, там 100 повторок на каждое? Че это нахуй за коллекция? Разорватываю продукты, я увлекся. Разорвать продукты. Это классная вещь, когда ты не любишь кодить, но любишь создавать продукты, а я как продукт менеджер, ну, люблю создавать продукты, кодить. И жрать их. На первом курсе института понял, что кодить это не мое, ну, а, собственно, ноу-код. Ноу-код. Джиман говорит, кодить, блядь, не мое, ноу-код. Че ты думаешь кодить вообще? Май рулс, видимо, создавать, типа, какие-то проекты, идеи, походу. Создавать код. Ну, я люблю монтировать. Сейчас меньше, но в основном люблю. Этап, склейка. Монтировать видео. В какой-то момент я решил, что все-таки не буду с этим связывать свое будущее, не буду монтировать под заказ, например, потому что... Я бездарю. Я умею монтировать только хуёво. Я люблю монтировать, я люблю монтировать все в кайфах, то есть хуёво. Я не очень дружу вот с... Людьми. С требованиями заказчиков. Меня не берут на работу. Требования заказчиков. То есть на себя работать всегда приятно. Да, мне заказчиков сделают нормальные просто склейки. Вот, Саша, sorry, my friend. Я не очень дружу с требованиями. Переходы там из того, что Саша, sorry, my friend, в рот летают. Блядь, представь, я бы на заказ сделал просто переход, как в Макдональдсе. Переход. На заказ монтаж. Не, вот переход для Саши, sorry, my friend. Он, блядь, пельмени мешает. В кастрюле резко. Там его отражение в воде, и он просто бьет, и хоп, переход. Поэтому я решил, что это станет самим хобби. Остальное, наверное, серьезными увлечениями сложно назвать. В общем, у нас получилось. Прошу прощения за рваный монтаж, за такое... Прощаем, ты ебанутый. Ты ебанутый. Ты депрессивный. Они в своих рассуждениях... Лечись, ебанушка жирная, блядь, свиноматка. Свиноматка. Давным-давно не разговаривал. Вообще, я сидел молча дремиться. Да, в принципе. Поговорить, обсудить. Спасибо, что посмотрели. И отдельное спасибо тем, кто... Кто меня поддержал, то есть никому. Просто на высказке радио. И мне никто не помог. В мой трудный момент я надеялся на вас. Я считал вас своими друзьями. Он же реально на стриме сказал, что вот мои самые близкие друзья остались. И я никому не против. И никто не помог. Я его самые близкие друзья. Они наоборот писали. Добавайте, пидараса. Ты умер. Представьте, депрессивный, вылезбрюг, и тебе пишут, что за видосами, ты умер. Да, и ты мне такой... Слушай, ты заебал, лениться, выпусти видос. Откликнулся на мой призыв задать мне вопросы. Как на ютубе? Так. И в моем церкви. И все. Отсосвет. Блин, нахуй ты это оставил. Сука, всем похуй, что ты хуй свою вальту перегнал из одной щеки в другую. Всем похуй, нахуй это здесь. Не, не, погоди, погоди. Надо монтажный эффект. Отсосветствуй. Отсосветствуй. Сука, ну реально, как бы нужно по деньгерам, потому что это не мог соответствовать. Он дабстеп просто делает. Рэп, шрэп. Постом в телеграм-канале. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Самые активные пользователи там будут получать пизды личные приличные встречи. Каждому дам, блядь, пятьсот миллиардов хуёв в рот. Так, я стараюсь туда. Каждый день. Патреон. Хотя бы через день писать. Подписывайтесь на мой патреон, которого нет. Кто-то. И если вы соскучились, например, по моему мнению о разных комиксах, то да, оно сливается гораздо... Сливается просто, как будто нахуй не то есть. Да, сливается, как будто насрал и слил. Стрелять, то есть я что прочитал и сразу... И сразу слили про меня инсайды, тоже это прочитал. Я подписывал на телеграм-канал, у него было там за всё время два обзора. За тридцать постов, которые он делал. Слутан рассказал свои небольшие впечатления. Хотя при моём телеграм-канале вообще я ни разу вроде о комиксах не говорил за всё время, сука. Я обсуждаю там всякие новости Жириновского, всякие видосы на ютубе и всякую хуйню, но не комиксы. Но потом уже развернуто. Так что если вам интересные комиксы, то лучше сгибите нахуй с этого канала. Где будет в ролике. Так вот, всем, кто задал мне вопрос, огромное спасибо. Я решил вас поблагодарить и разыграть. И блядь, как я и говорил. Розыгрыши, розыгрыши, розыгрыши. Давай я поучаствую, мне попало. Но, видимо, это не особо помогло. Чувак, нахуй тебе участвуют за так говно. Да плохо, чтобы я его адрес узнал. А чё, давай потом ещё надо сделать. Среди вас вот эту вот книжечку. Из-за того, что здесь репост. Он уже разыграл, кстати, я видел. Репост, блядь, шалава, он конченый. Шалава. Сколько ты охуенно элегантно материшься, шалава. Добавляю светом этой погоды. Конченый шалава. Прошмандовка. Есть не конченый шалава. Портовая прошмандовка. Вы поняли. Сам тёмный, я на то же тёмный. Ну вот, так вроде нормально видно. Блядь, всё, короче, пошёл нахуй. Мы закачиваем этот реакт. Я, кстати, сформировал, что мы вначале хотели хороший, плохой коп. Нихуя не получили. Нихуя. Я, блядь, пытался. Ты, блядь, про Россию начал. Ты шоки свои видел, блядь, буржуёбый. Иди в спортзал. Буржуи свои. Да, вот, что я понимаю, давай. Три морали. Даня любил, блядь, ещё в своих закупках морали делать. Три морали. Первое, сходи в зал, нахуй, чтобы глядишь, как животное какое-то. Как животное. Как, блядь, толстая макака какая-то, у которой мышцы атрофировались. Она вот так вот, блядь, ходит. Второе. Иди нахуй, лечись, ты реально ёблатым каким-то стал. Да. Третье. Заканчивай, блядь, с этой хуэргой. Либо начинай снимать реально нормальные видосы, потому что сейчас всему-то возвращаешься к тому, что было. И давай, четвёртого, что я ему советую. Качайся, ебать ты, лох, жирафус, что вот так вот, блядь, можешь, как что-то, блядь. Вот так вот, нахуй, можешь, ебать, повтори, блядь, два раза, это тебе челлендж, блядь. Давай, пятая мораль. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Шестая мораль. Подписывайтесь на канал Кидо28 по ссылке в описании. Седьмая мораль. Смотрите следующее видео. И восьмая мораль. По-прежнему пидорас и хуй соус. Его карьера на ютубе, я уверен, закончена. И в ближайший год он, блядь, нахуй сдриснет. Как бошка в вашей жопе. Если ты вернёшься, сука, мы тебя закопаем. Панировки из твоих же, блядь, заказанных крылышек KFC. Понял ты, гад? Вот так вот смажем, я на вкусе. И хуй вообще повозим. По твоей тёлке. Да. И вот так вот соус барбеки макнём, и нахуй в глюкте. И вообще маму твою ударим. Выебьют. Ударим, нахуй на выебите. Она шоболдит. По жопе, блядь. Её и так, кажется, не бьют. Её, он и так, кажется, не собьют. А выебить, это привилегия. Её наступная только королям. И королеву. Всё, давайте. Пока.